Я вас приветствую! В эфире телеканала Обнинск ТВ программа «Маяк. Итоги недели» и ее ведущий Дмитрий Глухов. Расскажем о наиболее интересных событиях, которые произошли за неделю в Малоярославецком районе. Сегодня в выпуске. Тысяча рублей. Столько заплатит собственник земельного участка за незаконную организацию кладбища животных. О дырявой крыше и халатной работе. Жители одного из домов Малоярославца пытаются добиться справедливости. Борьба за Кубок Наукограда завершилась. Расскажем о заключительных играх турнира. В понедельник на планерке главы администрации Малоярославецкого района наряду с другими темами говорили о выявленном случае несанкционированного захоронения трупов животных на частной территории близ деревни Адлеровки. Сотрудниками районной ветстанции была проведена дезинфекция 40 с лишним квадратных метров почвы. Главный ветеринарный врач района отметил, на собственника можно наложить лишний посильный штраф в тысячу рублей. От администрации района до 20 тысяч. Как бы мало не взыскивали с нарушителя, высказался Вячеслав Парфенов, необходимо штрафовать по всем направлениям, чтобы впредь закон не нарушал. История с пешеходным мостом через речку Суходрев продолжается. Директор единой дежурно-диспетчерской службы уведомила, как продвигаются дела по устранению жалоб. Жалобы по поводу пришедшего в негодность перехода через реку регулярно поступали в единую дежурно-диспетчерскую службу. Ею же вновь были зафиксированы обращения из садового товарищества, расположенного неподалеку от Хрусталей. Жители снова тревожатся из-за едкого химического запаха. Напишите заявление в прокуратуру, пускай пишут заявление. Мы разрешение на строительство отозвали, ввод в эксплуатацию отозвали. Если там начало функционировать предприятие, пишите, что там занимается незаконная предпринимательская деятельность. По словам директора диспетчерской службы, сотрудники, выезжавшие на место для проверки запахов, не ощущали. Была вынесена на обсуждение проблема со стадионом около аграрного колледжа в Детчино. Подрядчик должен был закончить ремонтные работы к 1 августа, но почему-то бездействует. Глава администрации пообещал переговорить с подрядчиком, а своим подчиненным поручил начать претензионную работу. По вашему заданию по БМХ-площадке, ну, все равно уж, рассмотрены три варианта. Самый лучший вариант на российских газовиков напротив жилого дома, рядышком с магазином «Ириной». Там была автостоянка раньше, длина 118 на 17 метров. Изначально рассматривавшийся вариант напротив многоквартирного дома по улице 17-й стрелковой дивизии был отвергнут. Нецелесообразно устанавливать там трюковую площадку, пояснил Денис Овсянников. Руководитель районной администрации предложил также рассмотреть возможность размещения спортобъекта на территории гимназии. Вот мы сейчас там за 2,5 миллиона будем асфальтировать полностью территорию, да, под площадку 30 на 60. Так может быть там ее установить? Пускай это будет таким спортивным ядром, центром притяжения. Мы же можем ее подвинуть, спортивная площадка стоит посредине вот этого. Сейчас мы борта демонтируем, да, полностью и асфальтируем полностью эту площадку. Руководитель отдела спорта заверил, что и этот вариант будет рассмотрен. Валерий Богданов отчитался о ходе уборки урожая. Переменчивая погода вносит свои коррективы в этот процесс. Ясные и солнечные дни, обещанные синоптиками на неделе, дадут возможность активнее работать в поле. А зимы и культуры были убраны в полном объеме. И все, ждем кукурузу, но это сентябрь уже месяц будет. С пашкой туда зимы идет, 2600 гектаров. А зима как планом поставил министр сельского хозяйства, так и будет вышла на данный период по данным всех предприятий. По объемам надоя молока с коровы, отметил Валерий Богданов, заметен небольшой спад в сравнении с прошлым годом. Средний надой в этом году 22,2 килограмма, сообщил заведующий отделом. Крышу в доме номер 6 по улице Школьной ремонтировали в 2016 году на средства фонда капитального ремонта. Казалось бы, сделали и хорошо. Три года – это не срок, чтобы что-то случилось с новенькой кровлей. Но жители пошли оббивать пороги городской и районной администрации, жалуясь на халатное выполнение строительных работ. Зимой и при сильных дождях квартиры заливает. Сотрудники администрации выехали на место, чтобы разобраться в происходящем. Первый спор у начальника городского отдела капитального строительства и сотрудников администрации района начался по поводу материала, которым покрыли крышу. Использован был андулин. По мнению Михаила Крылова, такой материал менее долговечен и имеет еще целый ряд серьезных недостатков. Не был предусмотрен проектом и утеплитель. То, что жалобы жителей обоснованы и крыша действительно дырявая, подсказали сами небеса. Их было отлично видно сквозь отверстия и щели в кровле. Выяснилось, необходимо провести ремонт конька крыши. Ну и слуховые окна, примыкание слуховых окон. Вот вы видите, да, там слуховое окно там. Дальше это непосредственно вентиляционные шахты, не облицованные стальными жестяными изделиями в виде сандриков, отвесов и свесов. А еще убрать строительный мусор с чердака. Остатки демонтированы в 2016-м кровле. Сотрудник городской администрации отрицала наличие мусора. Подрядчик уверял, отходы вывозили исправно. Но факты говорили за себя. Жители собрались не сразу, но им было о чем поговорить с представителями власти. А зачем это? Почему железо не кроют? Почему сейчас в городе кровь, около больницы, железные крыши? На Московской железом покрыли. А почему наш дом не покрыли железом? Это не к нам, не к подрядчикам. А кто это должен делать? Не знаю, кто делал с ним. И администрация, никто не приехал, никто не принял работу. Чем кровь? Да, жилой подписывали. Все кровлю когда сдавали. А что мы знаем? Мы не понимаем ничего в этом. Если обобщить, жители дома номер 6 сетовали, что их бросили на произвол судьбы и обманули. Начальник отдела капитального строительства возразила. В 2018-м прочистка отливов от листьев была осуществлена по жалобе жителей. Жалоба на протечки была в июле. На нее тоже отреагировали. Жители переебают палку, говоря, что им не помогают. Они, между прочим, обратились только первый раз. Вот у меня есть заявление. Вернее, в управляющую компанию обращались. А управляющая компания обратилась к нам. Мы вызвали подрядную организацию в рамках гарантийных своих обязательств. А подрядная организация приехала, выполнила работы. Ну, значит, не до конца. Когда они выполнили работы, они составили акт. Управляющая компания подписала это так, что работа выполнена. Значит, появились новые. К принятым городской администрации решением есть вопросы, высказался Михаил Крылов. Документацию по кровле попросят предоставить районному руководству. Ведь кто-то же принимал в свое время решение, ставил подписи. Вам необходимо будет первое, что это провести обследование Мауэрлата системы. Потому что там есть места, где вот видно, что крыша чуть-чуть приседает. Второй момент, это непосредственно по коньку пройти полностью все. Это конек кровли. И все примыкания, вентканалы со всех сторон. И вот это слуховое окно, оно тоже все светится по бокам. Мусор необходимо вывести до конца. Где потребуется, элементы Мауэрлата заменят. Устранять недочеты подрядчик будет в рамках гарантийных обязательств. Вопрос по крыше должен решиться до середины сентября, подчеркнул Михаил Крылов. Подрядчик руководствовался сметой, выполняя работы. Андулин, согласно ГОСТам и СНИПам, может использоваться, пожимает плечами Наталья Митюшина. Да и жители, главные эксперты в кровлестроении, подписи где-то там поставили. И вроде бы все сделано правильно. Вот сметная документация, вот подрядчик, который готов исправить упущение. А вот подписи. Но почему-то создается впечатление, что работы в свое время выполнили без должного внимания. Попросту говоря, халтурно. Среднюю общеобразовательную школу номер 3 в этот четверг посетила региональный министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина. Пятый региональный экологический форум не за горами, а учащиеся этого учебного заведения как раз участвуют в одном из направлений предстоящего областного мероприятия. В конкурсе «Лучшее школьное лесничество». Учитывая особенности нашего региона и требования в ГОС, с нами разработана программа «Я гражданин России», направление которой в основном это экологическое. Оно реализуется через школьное лесничество «Елочка», которое работает в нашей школе с 2012 года. В деятельности школьного лесничества принимают участие дети с 5 по 9 класс. Чаще всего младшеклассники вдохновляются примером взрослых и, когда появляется возможность, сами надевают зеленый галстук. Например, юные экологи следят за небольшим участком природного памятника федерального значения Бунина-гора. Изучая природу земли Малоярославецкой, дети знакомятся с видами лекарственных растений, узнают о болезнях и паразитах, которые поражают местную флору. И, конечно, через собственный опыт постигают значимость сохранения экологии. В прошлом году мы работали на территории этой Бунина-гора по изучению деревьев, на которых растут грибы-трутовики, и поставили вопрос, паразиты они или санитары. И дети вот с такой исследовательской работой выясняли, изучали, насколько они вредители или все-таки они какую-то пользу приносят. С исследованиями дети после выступают на конференциях. Гостей ознакомили с рисунками на экологическую тематику. Здесь как идиллические изображения живой природы, так и последствия человеческой деятельности. Надежда Ефимова рассказала, с различных экологических мероприятий дети привозят и дипломы, и ценные подарки. Участники отряда «Эрудит» пообщались с министром экологии о том, почему важно беречь, например, лесных птиц, муравьев, поговорили о выборе профессии. Созданные детьми рисунки, призывающие беречь экологию, рассчитывают развесить по городу, чтобы привлечь внимание и других жителей малойрославца к проблемам природы. С детьми проводят занятия и сотрудники малойрославецкого лесничества, или приглашают детей к себе, или приходят в гости сами. 36. А вот так, если видят, смотрю, тоже 36. А вот так уже 34, 32 идут. А зачем определять диаметр дерева? Чтобы определить, сколько кубатур здесь в дереве. А потом идет вот с этим диаметром, таблица есть, определяет, сколько в этом дереве кубатур. Для меня очень радостно, что школьное лесничество сотрудничает непосредственно с малойрославецким лесничеством, и уже лесники на примере своей работы показывают, что необходимо делать, как необходимо ориентироваться в лесу. И вот это взаимодействие разных структур, я думаю, приносит плодотворные результаты. В экологическом форуме учащиеся третьей школы участвуют каждый год и регулярно занимают там призовые места. Ждут их с победами и в 2019-м. Мы активно освещали борьбу малойрославецких хоккеистов за кубок Первого Наукограда России, и было бы не очень правильно оставить зрителей без информации о завершении спортивного состязания. В воскресенье на ледовой площадке дворца спорта «Олимп» состоялись финальные игры хоккейного турнира. Обе встречи, определившие победителя и призера в соревновании, завершились с рекордными результатами. В одной разница забитых и пропущенных составила 13 шайб, во второй – 8. Об итогах турнира – репортаж спортивного обозревателя Николая Хнычкова. Перед финальным матчем турнира состоялась игра, определившая обладателей бронзовых медалей соревнований. В очном поединке между хоккеистами Малоярославца и Ермолина был савиксирован рекордный счет. 16-3 команда Малоярославца разгромила ермолинских воронов и заслуженно заняла третью ступень пьедестала почета. Перед встречей финалистов Жуковского маршала и хоккейного клуба «Обниск» Капитаны обоих коллективов сообщили, что удалось собрать оптимальный состав и настрой у игроков боевой. Состав всегда оптимальный, а на игру настраивались. Так же, как и на все игры, мы всегда готовы к борьбе, у нас нет проходных игр. А тем более, сегодня игра за первое место, поэтому мы в полном бойкомплекте. Ну, во-первых, у нас команда, в принципе, состоит из воспитников нашего города, в первую очередь. Ну, вот, ребята почти все свои. Как настраивались? Встретились просто пораньше перед игрой, провели общую разминку, пообщались в раздевалке. Так что, думаю, ребята все готовы, в боевой форме находятся. Начало матча не предвещало разгромного результата. Шла равная борьба по всей площадке и явного перевеса не было ни у кого. Жуковцам единожды удалось поразить ворота хозяев, и первый период завершился с минимальным перевесом гостей. Во втором маршал взвинтил темп и трижды праздновал успех. В третьем игровом отрезке в ворота Обнинска влетело еще четыре безответных шайбы, и финальная сирена подвела итог разгрому 8-0 в пользу маршала. Кубок Наукограда на год отправляется в Жуков до следующего розыгрыша. Помимо командного приза были определены лучшие игроки турнира. Лучшим нападающим был признан Никита Морозов, защитником Алексей Денисюк и вратарем Владислав Чернарский. Сейчас, после Кубка Наукограда, небольшая пауза, и вскоре стартуют игры чемпионата области. Николай Хнычков, Сергей Макарцов, телекомпания Обнинск ТВ Наша программа подошла к концу. Увидимся мы в следующую пятницу. Этот выпуск программы «Маяк» вы также можете посмотреть на YouTube-канале Обнинск Онлайн или в сообществах в Facebook и ВКонтакте. Предложить новости можно по телефону, который вы видите на экране. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин